Привет! Вы на канале Цветы своими руками. Скоро Новый год и в воздухе запахло мандаринами. Из сараев достают елки и елочные игрушки. И даже взрослые ненадолго превращаются в детей. Ой, я немного отвлеклась от темы. Сегодня я предлагаю украсить елку цветами. Голубой цвет выбран не случайно. 2022 год, год водного голубого тигра. Для цветов нам понадобится бумага гофрированная, белого, голубого, василькового и темно-синего цвета, клей ПВА, мишура, блестки синего и серебристого цвета, клеевой пистолет, проволока и картон. Ну что, приступаем? Первым делом вырезаем из картона три кружочка диаметром 3 см. Обводим заготовку трижды и вырезаем. Для соединения все в одну конструкцию в двух кружках предстоит проделать по два отверстия и продеть в них проволоку. Длина проволоки 15 см. Третий кружок не трогаем. Пока отложим заготовку в сторону, вернемся к ней, когда будет включен клеевой пистолет. Займемся бумагой. На очереди бумага белого цвета. Моя немного с оттенком, но вам я рекомендую все же чисто белую. От рулона отмеряем 7 см. Заворачиваем и отрезаем. Полученную заготовку разрежем на 7 равных частей по 6,5 см. Получаются полотна 7 на 6,5 см. Итак, у нас получилось 7 штук. Приступим к формированию лепестков. Складываем заготовку на три части. Разрезаем с обеих сторон до конца. Вырезаем скругленный лепесток. С остальными шестью заготовками делаем все то же самое. Лепестки вырезаны. Придадим им законченный вид. Слегка растягиваем и придаем форму. Для натуральности цветка вырезаем лепесток в виде варежки. И зайчих ушек. Но не будем резать все лепестки. Некоторые оставим нетронутыми. Все. Работа с белой бумагой на этом этапе завершена. Беремся за бумагу голубого цвета. От рулона отмеряем и отрезаем 6 см. Полученное полотно разрезаем на 8 равных частей по 6 см. Получаем в итоге 6 полотен 6 на 6 см. Каждую бумажку складываем на 3 части и вырезаем аналогичным, уже знакомым нам способом. Вырезаем скругленные лепестки. И так обрабатываем все заготовки, превращая их в лепестки. Затем придадим лепесткам разный вид. Как уже делали с белой бумагой. Вырезаем в виде варежки. И зайчих ушек. Какие-то оставляем нетронутыми. Все. С голубым завершили. Следом начинаем работать с бумагой василькового цвета. От рулона отрезаем 5,5 см. И нарезаем эту заготовку на 9 равных частей по 5 см. Получаем прямоугольники 5,5 см на 5 см. Вырезаем скругленные лепестки. Лепесткам придаем законченный вид и плавно переходим к бумаге темно-синего цвета. От рулона отмеряем 4 см. И отрезаем. Полученную полоску разрезаем на 12 равных частей по 4 см. Получили заготовки 4 на 4 см. И теперь уже давно привычными движениями из всех заготовок вырезаем скругленные лепестки. Слегка растягиваем и подкручиваем. Придаем им законченный вид. Отложим ненадолго лепестки и займемся мишурой. На заранее подготовленную поверхность с помощью ножниц нарежем мелко-мелко блесток с мишуры. Удобно сложить ее пополам, зажать между пальцами и сразу нарезать большее количество. Если этим заниматься лень, можно просто заранее купить эти блестки в магазине. Для создания цветка все подготовлено, ну, разве что кроме середины. Из обрезков бумаги скатываем шарик диаметром 1,5-2 см. Фиксируем бумагу, клеем. Начинаем работу с бумагой темного цвета. 1-2 лепестка отведем на обклейку формы. Клеим, натягивая лепесток по форме. Для верности я наклею 2. И начинаем клеить темные лепестки по кругу внахлёст. Клеим до тех пор, пока лепестки не закончатся. Хотя нет, 5-6 штучек отложим в сторонку. Продолжение следует... Темные лепестки заканчиваются. И сейчас самое время подмешать лепестки василькового цвета. И продолжаем клеить по кругу внахлёст на одном уровне. Бутончик становится постепенно более пышным. Еще пару темных лепестков и они заканчиваются. Приступим вплотную к лепесткам василькового цвета. Предварительно отложим в сторонку 5-6 штук. Лепестки клеим по кругу внахлёст. Разложу их для удобства подбора. Все, лепестки выложенные мною закончились. Получился симпатичный бутон. Отложим его пока в сторону. И обратим свой взор на заготовку для крепления цветка. Третий кружок самое время приклеить. С помощью остатка гофрированной бумаги можно немного облагородить лицевую сторону заготовки. Лицевая это та сторона, где торчит проволока. Держатель цветка готов. Продолжаем клеить лепестки. Белые лепестки клеим по кругу с небольшим нахлёстом. Стараемся чередовать лепестки по форме. Клей наносим на тыльную сторону лепестка. Оставшиеся лепестки смешаем с лепестками голубого цвета и продолжаем клеить, добавляя голубой цвет. Клеим на том же уровне внахлёст. Белые лепестки закончились. Продолжаю работать с голубыми. Клею все на том же уровне по кругу внахлёст. 5-6 лепестков голубого я мешаю с лепестками василькового цвета. И миксуя их, завершаю поклейку лепестков. Отличный цветок получается. Но чего-то не хватает. Ах, ну да, середина. Да ладно, я шучу. О ней я, конечно, не забыла. Наносим клея побольше и фиксируем середину в центр цветка. Я считаю, шикарно и очень просто. Превращение цветка в новогодний – это моё самое любимое. Клей ПВА, не скромничая, наливаем в самую середину. Слегка размазав кисточкой и затем насыпаем туда нарезанную мишуру. Крупные полоски убираем и через 3-4 минуты стряхиваем лишний цветка. Ну вот, он уже и засверкал. А если этого недостаточно, то можно нанести клей прямо на лепестки и посыпать их мелкими блёстками синего или серебристого цвета. Цветок готов. Можно украшать ёлку. Если цветов недостаточно, можно добавить листьев. Я думаю, такая ёлка всем понравится. А у меня на сегодня всё. Не переставайте удивляться. Удивляйте и радуйте близких. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!